Всем доброе утро! Отвела Данечку в сад на улице. Ветер сумасшедший какой-то. Сейчас идем домой. Уже на маникюрчик свой смотреть не могу. Смотрите, как отрос. Но сегодня все исправим. Надо подумать, что я хочу на ногтях. А еще я сейчас иду и смотрю, как дети, малюсенькие девочки, мальчики, несут просто огромные портфели. Просто больше их спины в три раза. И я просто вижу, как напрягается ребенок. Вот такой вперед немножко идет, чтобы нести этот портфель. Просто меня это в ужас приводит, если честно. Просто ужас. Вот я даже... Вот если бы я была каким-нибудь человеком, который отвечает за образование, одно из первых, что я сделала, это придумала бы что-нибудь, чтобы детям не нужно было ходить с утра с тяжелым портфелем. Ну, максимум, там, ручка, тетрадка, какая-то одна книжка, если уж нужно. Но, блин, у нас из крайности в крайность. У нас либо идем в школу с тяжелыми портфелями, либо с дистанционного обучения и вообще не ходим в школу. И вообще с детьми не взаимодействуем. Из крайности в крайность, реально. Нельзя что-то между придумать. Ну, например, первое, что приходит мне в голову... Лампа включила. Я не знаю сейчас, как она на меня падает, цвет. Но первое, что мне в голову приходит, например, ну, не всегда даже так казалось, и даже в каких-то, на каких-то предметах. У нас в школе так было, что у нас просто выдают учебники, по которым мы занимаемся, в школе, да, если дорого там поставить компьютер просто на каждой парте, чтобы все это было в электронном виде, да, ну, защита экрана какой-то там, да, для деток, там, недолго сидеть, где-то поучились, потом пошли физкультура, там, поучились за компьютером, те же 45 минут, да, пошли на труды, ну, то есть как-то вот так все это дело миксовать. Если уж читать литературу, литература, да, на литературе книжки, чтобы как-то... Это может быть так интересно на самом деле, это так все можно сделать интересно в нашем современном мире, почему все делается так неинтересно, почему в школе учиться. Интереса очень мало у кого есть, мотивация внутренняя, да? А жопки мои, я сказала вам, куда я еду? Я еду на маникюрщик, сделала себе кофе, так как я в последний момент начала выходить, так что я со своим кофе не буду никуда заезжать, сейчас поставлю машинку на стоянку и бегу. У меня сегодня и маникюр, и педикюр, и падикюр. Блин, я не знаю, мне хватит на Новый год, блин, моего маникюра, педикюра, как-то он у меня быстро, то ли я время так быстро пролетел, то ли он быстро как-то у меня отрос, но вот сейчас уже невозможно ждать, больше даже, уже длинные такие ногти, хочется чуть-чуть попилякать. Вот. У меня такое ощущение, что мне еще перед Новым годом прям нужно будет, 30-го прям еще прийти на маникюр. Но сейчас уже маникюр и педикюр надо сделать. Не знаю, какой цвет, не знаю вообще, какой же цвет сделать. А может быть знаю, блин, а может не знаю. Надо подумать, опять сложный выбор. Тут я в последнее время все время опаздываю. Так, сейчас уже 12.03 на моих часах, а мне ровно в 12. Я только припарковалась на стоянке, мне надо дойти за поворот. Короче, 2-3 минуты, мне еще бежать. Все, сделали мне ноготочки, я сделала разные. Сделала разные на руки и на ноги, потому что такой экспериментальный цвет у меня на руках. Сейчас я сяду в машину, покажу. Вот. А на ногах, ну, то, что я хотела и сделала. Так как меня не было дома, еду мне привезли прям в маникюрный мой. Ну вот, мои хорошие, какой маникюрчик сделал. Это светоотражающий. Я в Инстаграме делала опрос, большинство проголосовали за этот цвет. Был бежевый, кошачий глаз, и вот этот светоотражающий. Ну, я к нему склонилась. Видите, подходит. Мне кажется, он под бежевый цвет подойдет, если бежевое платье. И подойдет и под черное, если черное, и под джинсы подходит повседневные. Вот. На самом деле, он очень круто светится при свете определенном, да. Вот я в туалет зашла, там свет падал так, что они прям такие мерцают, классные. Вот. А на ногах я сделала красный. Ну, я покажу потом тоже с блестками. Он максимально по-новогоднему смотрится. Короче, если не забуду, покажу сразу. Не ожидайте много. Вот. Ну, короче, вот так. А красный сделала, потому что я давно хотела красный на ногах. Ну, вообще, мне на ногах не нравятся синие. Как-то ноги бледненько смотрятся. А этот экспериментальный. Я вообще не очень люблю такой синий какой-то, знаете, на руках, потому что рука, кажется, какой-то тоже синий. Но этот вроде нормально. Вот. Особенно, когда свет падает, вообще он такой весь искрится. Ну, короче, это из-за того, что там что, какой-то водяной тигр или там белый, голубой тигр год. Я решила по фэншу сделать ногти. Вот. Но уже... Но уже я записалась на следующий год. И буду делать, наверное, ногти под ноги. Либо мало ли что, мне стукнет в голову. И все. Теперь я еду домой. Сейчас у меня будут заняться по-английскому. Надо выставить вам вложик, кстати. Я его на вывод поставила, но что-то долго выводился, поэтому я побежала на маникюрчик, педикюрчик. Сейчас буду мчать домой, кушать вкусную, свеженькую еду и заниматься английским. Фух, позанималась сейчас английским. Хорошо так прям мозг прям такое чувствую в тонусе работает. Вот. И время мне сейчас уже идти за малышом, за мной. Так что я пойду оденусь и заберу его домой. Фух, все, мои хорошие. На самом деле, прошел еще один день. Вчера я пошла забирать малыша. Кстати, не видно здесь мои ногти. Блин, почему-то в туалете или в ванне при свете, еще в лифте, они светятся. А при каком-то таком свете не светятся. Странно. Короче, сейчас я найду вам свет, покажу ногти, да, как они светятся. Надеюсь, здесь на камере будет это видно. Сегодня с утра встала, у меня был большой список дел. Все в ритме, как бы я не суючусь сегодня особо, не напрягаюсь, все делаю в своем ритме. Но не было времени вообще взять камеру для того, чтобы вам рассказать, да, в течение дня свои эмоции. Вот. Сегодня с утра я сняла видео для вас. У меня сегодня днем была встреча очень важная, такая, ну, интересная, перспективная. Потом у меня был английский, я позанималась английским. Потом у меня вдруг нарисовалась практика, сегодня была практика, представляете, встреча с одним из наших коуч-тренеров, да, и мы сегодня разбирали там одну очень такую сложную тему, мы ее на практике прям разбирали, опять с девочками пообщались, опять друг друга какие-то вопросы позадавали, очень интересно. И уже, представляете, прям вечер, и за Денчикой снова в сад надо идти, дни вообще, конечно, пролетают. Я, кстати, недавно в Инстаграме здесь наткнулась на видео, коротенькие видео, знаете, такие мотивационные какие-то бывают, и Дудь, по-моему, у кого-то брал интервью, и вот такое коротенькое интервью, типа, почему важно путешествовать, и там парень сказал такую интересную фразу о том, что, когда мы не путешествуем, да, и эмоции, какие-то новые впечатления не получаем, то есть куда-то, да, что-то новое, новое не приобретаем, то у нас очень быстро тянется время, очень быстро проходит наше субъективное время, и очень важно как раз-таки путешествовать, куда-то ездить, да, там, новыми эмоциями какими-то там как бы себя наполнять, именно для того, чтобы немного приостановить или замедлить своё внутреннее субъективное такое время, потому что, ну, например, да, там бывает, вот, ну, можно заметить, что вот кто-то уезжает, например, в отпуск, да, куда-то, а вы остаётесь здесь, и кто-то приезжает, начинает делиться там эмоциями, у них там столько всего произошло, там, за неделю, за две недели, да, а ты такой, опа, ой, что, неделя прошла, да, уже неделя прошла, то есть, а у тебя ничего не произошло, и быстро время прошло, и я так задумалась, такая думаю, блин, а реально же, это очень круто, у меня очень быстро время проходит, просто пролетает, поэтому, когда мне чего-то нужно дождаться, очень сильно, и когда ты чего-то, конечно, очень сильно ждёшь, время тоже медленно тянется, и ты думаешь, блин, быстрее бы тот день настал, да, ну, короче, отвлекли меня, короче, суть в том, что мне бы очень хотелось бы замедлить вот это внутреннее какое-то время вот такое вот хожу, задумываюсь об этом, думаю, как бы замедлить, ну и короче сегодня день тоже вот так вот, раз-раз дела поделала, более-менее пролетела, и снова я опять пришла, пришла этот день из садика забрала вот, и мы дома, взяла круассанчики сейчас сделаю чай себе, и один круассан уже съела сейчас второй съем ну вкусные они, свежие такие нравятся мне, вот короче, день день хороший был, день, день хороший был, день хороший был классно, вот, сегодня с мамой созванивалась, уже разговаривали по поводу окрашивания, завтра у меня тоже день и завтра я, я кстати сегодня так распределила, что сегодня плотненько насыщенно я работала именно дома никуда не выезжала, лишний раз думаю потому что куда-то выезжать, это сразу это, ничего толком не сделаешь а времени потеряешь море, поэтому я сегодня максимум дома сделала план, а завтра у меня до трех часов завтра у меня практика, мы опять работаем коучами, наблюдателями и клиентами, так что завтра есть возможность проработать какой-то вопросик свой, кстати, есть у меня один запрос можно даже коучу идти с запросом знаете каким, что там я не могу заниматься спортом, начать я хочу ходить в фитнес-зал я хочу, но не иду хочу ходить, хочу мотивацию ходить типа того что-то, да, такая, ну как бы это такой прям запрос, да, но короче вот так вот может быть, я думаю, может мне вот на вот это на занятия как раз таки заниматься спортом, вот я проработаю с вами вместе а я думаю, что за запрос, знаешь, когда ты работаешь с коучами, да, и коучем, учишься работать коучем работаешь с коучами, ты уже там все что можно и нельзя внутри себя проработал ты уже идеальный человек с идеальным планом ну, не идеальный человек, но с идеальным планом как идти к достижению своих целей поэтому бывает трудно найти какой-то запрос, с которым ты будешь работать так, все, запрос нашла, благодаря вам спасибо что хотела сказать, блин прикинь, я забыла, что хотела сказать а, ну вот завтра до трех часов у меня есть время, и мы поедем мы поедем, мне надо посылки поотправлять в магазин надо заехать, кое-что купить и что-то же еще я хотела сделать приползли вот где я, там и мои звери все прям вот со мной ходят, спят ходят по пятам за мамкой так, ладно, пойду, короче, чай сделаю над Любашке позвонить еще и круассанда есть и немножко расслабиться уже, в принципе, вечер и уже никаких таких особых дел сегодня у меня не будет вот, кстати, круассанчик второй это с творожком у нас здесь он такой хрустящий, остыл уже но мне нравится вот, сейчас чай сделаю сегодня я, кстати, завтракала бутербродами с красной икрой помните, я брала в самокате, по-моему я заказывала красную икру вот сегодня я ее открыла, поела что еще я ела? а, еще сэндвичи я заказала на Яндекс.Маркете заказала вкусненькие с курицей тоже сегодня поела короче, сегодня набегу на скаку как-то ем ничего основательно не поела хотя у меня там еще курочка лежит с картошечкой возможно, ночью сегодня я ее примну я вчера ночью встала и поела ночами ем ну все, вот такой вот у меня будет не ужин, а перекус, я бы сказала вкусненький сейчас, короче, буду хромкать позвоню Любашке, узнаю, как у нее дела вот, кстати, смотрите чуть-чуть отражение видно, да? как отражаются немного ногти не знаю, как вам там видно но вот здесь немножко легкое отражение есть сейчас в туалете покажу а вот здесь тоже, смотрите я просто не знаю, через телефон видно было конкретно я в сторис показывала прям очень ярко а через эту камеру я же не могу видеть как вам сейчас видно но все равно в туалете сейчас еще покажу даже не в туалете, а в прихожей у меня тоже такой свет, но я прям вижу, как они сейчас переливаются. Красиво, да? И уже не кажутся они как вот при дневном свете, такие какие-то, типа, синие там, да, неприметные. Они очень даже красивые. Представляете, так, идёте в магазин куда-то, да, что-то покупаете, и все на ваши так смотрят ногти. Они как будто, я не знаю. Не знаю даже. Очень крутые. Надо будет ещё как-нибудь такой сделать, цвет какой-нибудь другой. Как вам напишите? Ой, съела я круассан, выпила пол кружки огромной кружки чая. Я так много вообще чая не пью. Кофе могу выпить, кружку такую. Вот чай всё время не допиваю. Не знаю, что это такое. Не любитель я чая, как говорится. Я люблю его горячий, он быстро остывает, потом, ну, грею там пару раз. Ну, короче, мне кажется, от него в туалет хочется, а понту никакого. Не знаю, короче, не заходит мне. Ещё хотела вам показать фаберлик. Фаберлик, фаберлик. Я же костюмчик, термокостюмчик купила бежевый. Вот, смотрите, это термобельё фаберлик, новенькое. Ещё не носила его. Даже ещё бирочки не сняла. Короче, бежевое вот такое вот бельё. Мило тут, как тут, конечно. Здесь оно как будто идёт с лёгким начосиком такое, да, а здесь вот обычное. И такие же брючки. Вот. Я сейчас подумала, ну, бежевое, ну, вниз его носим, да. Надеюсь, оно не пока шлатится. Здесь 74% полиэстер. Вот. Но в целом мне нравится очень качество одежды именно. Да что ж ты, че, 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 наложи, что-то потушки мои. Короче, очень люблю я одежду в фаберлик. Я уже об этом говорила, да. Здесь вот так вот у нас. Но я здесь вставлю, как я в нём выгляжу. Он очень классно сидит, прям размер в размер. И даже можно было бы взять М-ку. Так вот я смотрю. Я думаю, ничего, если бы М-ка у меня была. Вот. Не на завышенной талии, на обычной такой средней посадкой. Вот. И ещё вот эти штаники можно носить, например, одеваешь эти штаники, а сверху колготки прозрачные, чёрные. И ты как бы в тепле с начёсом, да, и в то же самое время в колготках, как будто на прозрачные ноги. В общем, вот такой термокостюмчик взяла себе. Ещё, кстати, хотела сказать по поводу сериала. Прошлый раз был фильм, который меня безумно потряс там, да. А сейчас сериал начала смотреть. Сейчас ничего меня сильно не потрясает. Просто продолжаю смотреть третий сезон сериала «Затерянный в космосе». Прикольный такой вот прям, насыщенный событиями и всякими какими-то экшенами. Что-то происходит, постоянно какой-то стресс, постоянно что-то. И тоже там нет-нет, на слезу пробивает. Но не на такую вот. Не на такую, где просто... Просто ты... Сейчас я смотрю сериал «Кристина». Начался новый сериал. И, кстати, интересная актриса там играет. Только вот не люблю, когда сериалы, знаете, там две серии тебе показали, а потом раз в неделю выходит серия одна, блин. Не люблю. Я люблю, знаете, смотреть вот так, чтобы уже весь он был, и ты смотришь там одну за одной в своём ритме. Ну, не так, что неделя прошла, уже жизнь вся перед глазами пронеслась, и тут тебе следующая серия. Думаешь, блин, я уже забыл, что в предыдущей было. Так что вот так вот. Вообще, знаете что, посоветуйте мне в комментариях какой-нибудь сериал, который прям вот, вот прям потряс вас. Который прям эмоции. Я сразу скажу, я не люблю сериалы, где много крови, например, там, да, типа пила и вот такое. Я не люблю триллеры, где, ну, нужно прям, знаете, вот это бояться, что потом ты боишься, блин, в туалет выйти, боишься, кто там шуршит, шумит, кто-то за дверью. Я не боюсь, не боюсь, ну, по-фрейту, да. Я не люблю ужастики, я не люблю там резкие, там, какие-то резкие вот эти вот штуки, не люблю какие-то вот ужасы вот эти. Ну, мне неинтересно. Особенно, если реально где-то бояться и фобии какие-то тебе на голову. Я не люблю такие фильмы. Я больше люблю мелодрамы, какие-то приключения, психологические какие-то люблю, ну, в плане там что-то психологическое, там, виртуальная реальность какое-то такое, да, технологии можно, фантастику нет-нет, можно, смотря какая, она же разная бывает. Вот. Но больше всего, честно говоря, я люблю драмы, мелодрамы, вот что-то такое, вот семейные какие-то такие. Вот. Вот. Если вы помните, ну, или что-то необычное, с необычным сюжетом, необычным оригинальным концом, да, я люблю русские фильмы, я люблю зарубежные фильмы, то есть у меня нет такого, что там, ой, только не это. Вот. Даже корейские смотрела. Но их тяжеловато немного смотреть, надо, нужен определенный настрой, они немножко такие, как бы скучноватые, нет экшена там никакого, но, во всяком случае, в тех фильмах, которые я смотрела. Короче, посоветуйте мне что-нибудь, чтобы вот прям за душу меня взяло, прям взяло и прям вот отпустило, подержало немного и отпустило. Может быть, фильм, который вас потряс в последнее время. Пусть останутся они под этим видео в комментариях, а я потом чуть что буду возвращаться, такая раз забегу, посмотрю в комментарии, что вы там писали. Вообще, надо будет и пост еще в Инстаграме, наверное, сделать, поделиться топ своими сериалами за последнее время, например, да, и там тоже в комментариях тогда будете оставлять и тоже останется. Вот так сделаем. Скоро спать уже будем укладываться. Сейчас у меня видео загружается на завтра. Будем потихонечку спать укладываться. А, крошки, смотрите, я вам же еще не показала свой педикюрчик, вот такой вот он красный, у меня яркий. Я сначала думала сделать такой же синий, но мне что-то кажется же такие бледноватые ноги с этим синим, поэтому, ну, он не синий, он как-то серый, да, но я почему-то подумала, что мне будет с ним не очень интересно два месяца ходить, потому что педикюр делается на два месяца, а маникюр на месяц. Я думаю, месяц я похожу с этим, потом захочу, наверное, красный, как раз вот взбодрить себя. Я думаю, что потом я сделаю вот такой вот красный, яркий маникюр, хотя может быть и не захочу, но на ногах я люблю красный, не знаю почему. Какой любите на педикюре вы, кстати, напишите. Смотрите, сколько всего у меня в холодильнике, что-то я набросала сегодня. Я купила новое молоко, банановое вот такое, тоже ничего, делаю его 50 на 50, ну, когда кофе делаю, полстакана его, полстакана обычного. вот, что вам тут еще показать, макарошки у нас, вот, кстати, да, я захочу поесть, я думаю, что вот, у меня там борщик есть, который я сегодня не поела, салатик есть, там у меня свинина и картошка, вот здесь и готовая еда, которую я брала, и что еще, а, и икорка, вот она моя, бутерброды завтра будут, а еще сегодня я приготовила, а в итоге не поела, я даже не знаю, что это, это замороженное в этом, знаете, где брала, в окея брала, блин, по-моему, оладьи какие-то там, я не знаю, они куриные или овощные, сейчас посмотрим, вот они, они, что это, оладьи куриные, все готово, чтобы быстро готовить, 400 кг, пополшки, я две взяла, разогрела, но почему-то не стала их есть, сэндвич начала есть, с курицей наелась, хочу блинчики, ну вон они блинчики лежат, кушая, короче, дни проходят продуктивно, но я что-то устала, на самом деле, я хочу принять ванну, и желательно с солью, и пеной вкусной, ну не на язык вкусный, а ароматный, и наверное, я сегодня прям так и сделала, вообще, я хотела сейчас искупаться, помыть голову, там все в порядок себе привести, но наверное, я это завтра буду делать, чтобы уже, я обычно, когда вечером мою голову, ложусь спать, у меня потом заломы на голове, и прическа не такая идеальная, тадам, все, мои хорошие, время, девочки, без десяти, час, час, блин, все, надо идти спать, Денька уже давно спит, я встала, не стала кушать сейчас на ночь, покушала я перед тем, как Деню уложить, поэтому сейчас есть не хочу, хотя можно было бы мандаринку, пить, попить, попить надо, все, попить надо, все, есть не будем, и все, сейчас иду спать, короче, такой коротенький вложик сегодня будет у вас, завтра я проснусь, начну новый влог, и уже приведу себя в порядок, буду благоухать, и с новыми эмоциями открою новый влог, надеюсь, в следующем влоге будут какие-нибудь события интересные, но как минимум пошопиться с вами должны в следующем влоге, так что все, спокойной ночи, прощаюсь с вами, люблю, целую, до новых видео, точнее, до следующего влога, у Субтитры создавал DimaTorzok